Это «Медуза». Спасибо. 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 У меня есть похмельная одна песня. Вернее, не у меня. Знаешь, я тут смотрел, как бы умер Шейн МакГоэн. Процедура его похорон в городе Типперери, в Ирландии, в церкви Святой Марии, где был Бона, где был Джонни Депп, Никеев, Джонни Депп нес гроб. И там звучала эта песня у гроба прямо в пределах. Но это Ирландия. Это нормально. Посреди алтаря звучала песня, которая считается самой лучшей похмельной песней в мире. Это все-таки Шейн МакГоэн и группа Pogs. Это Fairy Tale of New York. Это невероятного качества музыкального, литературного, эмоционального и прочих-прочих-прочих достоинств песня, с которой у меня связана всегда, конечно, пахмель. Потому что с очень тяжелого будуна хочется послушать что-то, во-первых, очень простое, очень понятное, очень близкое, и плюс к тому еще классно исполненное и с душой, и не подделка, а человека, который знает в этом толк. Аж кто знает о том толк, как не Шейн МакГоэн знал, к сожалению. В его творчестве еще много таких песен. Собственно, как если брать Ника Кейва на пластинке, например, The Good Sun, может быть, это связано с моим личным опытом, опыт моего пьянства персонального. Когда я пил крепко и излишне крепко, очень часто похмельные всякие такие дни. Супровождала пластинка The Good Sun, Ника Кейва, и в частности там их самые две мои любимые песни. Это Ships, как это называется? Шипсон. Шипсон, да. И Люси. Люси, которая тоже, кстати, есть в исполнении Шейна МакГоэна, в кавер-версии тоже существует. Да, вот эта пластинка для меня тоже такое серьезное похмельное лекарство была всегда, несмотря на то, что, конечно, она, видимо, с другими веществами связана внутренне. Но ее вот этот фолк-начало, такое народное, такое немножечко музыцирование, оно примеряет меня с миром. Но есть еще музыка, которая может тебя, условно говоря, именно лечить и выводить из этого состояния, а не продлевать его. Вот у меня есть некоторое количество таких песен, которые я слушаю буквально как спасительную мантру. Просто на репите могу крутить раз за разом, чтобы силой и магией искусства возвращаться в нормальное состояние ума и организма. Я говорю о поп-музыке, об идеальной поп-музыке. И мы с тобой как-то обсуждали в одном из выпусков вот такую идеальную, на наш взгляд, поп-музыку. Это было в эпизоде про Берта Бакарака. Но в финальную версию этот разговор уже не вошел. Поэтому мне кажется уместным именно сейчас достать его из-за кромов и поставить для наших слушателей этот фрагмент в сегодняшнем эпизоде про похмельную музыку. Я абсолютно не стесняясь, хочу высказать свое великое уважение и любовь к братьям Гиб из группы Bee Gees. А что тут такого? Конечно. При этом понятная история, что они записали «Лихорадку в субботний вечер» и это как бы канонизация диска. Да, вот 1977 год, величие. Вот просто все как надо. Все эти «Stain Alive», «You should be dancing», «Tragedy» и так далее. И так далее. Но я бы хотел, наоборот, вспомнить другой период. На 10 лет раньше, когда они только приехали из Австралии покорять Англию и США. 1967 год. Один из величайших в истории музыки, когда было написано все от «Сержанта Пеппера» до первого альбома «Дорс». И они выпускают тоже ряд записей, которые для меня прямо, ну, просто вот идеал. Я вспоминаю, что, наверное, я их слышал впервые у родителей на пластинках мелодии еще. Они их тоже выпускали. Ну, как все мои. На маленьких миньончиках таких, как назывались, да, эти там такие, как синглы. И я помню, что, когда я первый раз увидел их обложку, лица, да, они такие длинноволосые, бородатые дядьки, и мне сначала было ощущение, что это какие-то, ну, не знаю, какие-нибудь хардрокеры, не знаю, у меня какие-то... Ты не любил хардрокеры? Нет, любил. Но мне казалось это опасным, короче, вот. И какое же было мое удивление, когда я включил и услышал эти милые сладкие фальцеты, да. Так вот, песни, которые я хочу назвать, для меня вот это просто в числе идеальной поп-музыки. Первая это New York Money Disaster 1941. И это совершенно... Вот как ты вспоминал про Бакарака, да, странная история для поп-музыки. О чем петь? Эта песня поется от лица шахтера, который сидит в шахте в аварийной. New York Money Disaster. Авария на Нью-Йоркской шахте 41-го года. На самом деле они ошиблись. Авария была в 39-м, как потом выяснилось. Но, тем не менее, они написали эту мелодию, и там такой пример. Have you seen my wife, Mr. Jones? Он сидит, и один шахтер другому показывает фотографию жены. Видите ли вы фотографию моей жены? И, по-моему, настолько трогательно это. И это был первый хит, который выстрелил у биджиз в Америке и в Англии. И они после этого стали набирать только обороты. А автор песен-то кто? Братья Гибб. Они сами автор песен? Они сами, да. Вторая – это название штата Массачусетс. Там тоже очень смешная история. 67-й год, рассвет эпохи хиппи. Главный город – Сан-Франциско. Главные хиты «Лето любви» – это про Сан-Франциско. If you're going to San-Франциско. А Массачусетс был написан как условная антитеза человека, который, значит, вот в противовес этому. И там поется «И в Массачусетсе всегда не горит свет». Почему? Потому что все уехали в Сан-Франциско тусовать. А главный герой песни, он возвращается в свой родной штат, и у него такая вот как бы ностальгия. Что смешно, в момент песни братья Гибб понятия не имели, что такое Массачусетс, не были там. А, это какое-то такое… Да, им просто понравилось название, очень хорошо звучит то, что можно спеть. От меня еще, пускай банальный, но от этого не менее великий, нужный персонаж и пример – Элтон Джон. Элтон Джон ты вырвал прямо у меня из языка слова. Элтон Джон – это потрясающе. Знаешь, Элтон Джон мы еще все плохо знаем, на самом деле. Вернее, не все, некоторые из наших друзей знают его хорошо, но мы все, включая меня, на самом деле, тоже отчасти знаем только по хитам, которые звучат в радио, ты едешь и слушаешь радиостанцию в такси и так далее. И вот там звучит одно и то же, одно и то же, одно и то же, там, скажем, десять его номеров. А если слушать его пластинки, они гениально устроены, на самом деле, часто. И есть огромное количество песен, которые не попадают на радио, исключительно из-за того, что они на второй стороне второго двойного альбома и так далее. И звучит, может быть, она чуть страннее, чем обычно звучат песни на радио. Элтон Джон – потрясающий, конечно, совершенно артист. Точно так же, кстати, как Бакарак. Работал в тандеме всю жизнь с поэтом Берни Топиным. И прекрасно они друг друга всегда дополняли. Божечки, совсем недавно закончился трехлетний гастрольный тур Элтон Джона. Выступление на Гластенбери. Да, но последнее было, по-моему, в Стокгольме, и это финальный его тур. Он сказал, что больше никогда не будет гастролировать. Не верю. Не хочу верить. Не хочу верить. Я надеюсь, что тоже как группа АХА и прочие всегда в свой последний тур вернутся еще. Да, вот как сейчас группа Скорпионс уже после... 10 лет назад у него был последний тур, и он до сих пор продолжается. Как ты понимаешь, Скорпионс меня волнует в меньшей степени, а вот... Нет, меня тоже. Нет, меня волнует, только когда я вижу очередную афишу, думаю, ребята, 10 лет назад был финальный тур, прекратите уже. Мы не про Скорпионс. Я надеюсь, мы сейчас с тобой совпадем в выборе главной любимой песни Tiny Dancer. Tiny Dancer. Еще Rocketman, пожалуй. Rocketman. Rocketman для меня может быть даже еще круче, чем Tiny Dancer. Хотя... Я так помнишь фильм в этом Байопик, такой лиричный эпизод в автобусе, когда Tiny Dancer звучит? Это вообще классика для меня. Хотя я не путаю ничего. Это ты путаешь. Это уже фильм почти знаменит. Кэмерон Кроу. А, точно. Фильм 2000 года. Про молодого паренька, журналиста Rolling Stone, который едет в тур с большинства группой, вымышленной группой там. У меня все фильмы перепутались про рок-музыку. Но этот момент, ты прав, абсолютно гениальный, я всегда вспоминаю его, когда они там возвращаются после дикой попойки. Точно, точно, точно. Его забирают, этого музыканта, его туровая группа, они садятся в автобус и начинают ехать, они на него обижены, все друг на друга дуются, сидят по-разному, значит, не смотрят друг на друга, и по радио начинает играть Tiny Dancer. И что происходит к моменту, когда Hold Me Close и Tiny Dancer, они уже просто улыбаются друг другу, подпевают и общее счастье. Это как раз великая сила музыки. Я миллион раз смотрел этот фрагмент, каждый раз мурашки. Ну что, я еще готов назвать очевидное имя, ну что, группа Абба? Ну, Абба, конечно. В Аббе, кстати, мне все равно видится отголосок того самого шведского чуда, о котором мы говорили какое-то количество времени назад. То есть они его придумали? Нет, ну, в смысле, они придумали нет, но, по крайней мере, совершенно точно в Аббе есть все те элементы, которые мы до этого наблюдали в другой совершенно крутой музыке. То есть они, очевидно, взяли что-то из Кэрол Кинга и точно совершенно из манера пения, какая-то такая штука, из Carpenters. Мне кажется, вот сольные партии, особенно в спокойных песнях у Аббы, они точно совершенно могли бы звучать в исполнении Karen Carpenter. Потому что Абба, конечно же, она комбинировала какие-то уже удачные модели, которые к тому моменту существовали и в Америке, и в Англии. И уже на этой базе осуществили свою великую какую-то мечту шведскую. Я пару месяцев назад так получилось, что оказался на пересадке в Стокгольме, у меня было 12 часов, я гулял по городу. Первым делом я зашел в музей Нобелевской премии, а потом пошел в музей Аббы. И это было просто что-то неимоверное, при том, что я все-таки не назову себя таким уж большим фанатом. Там есть копия студии с инструментами, очень красивый интерактивный музей. Там есть самое главное развлечение, это когда ты можешь выйти прямо на сцену и выступить с голограммами Аббы, спеть вместе с ними. Потом есть там куча кабинок для караоке, то есть я шел и постоянно со всех сторон поют песни Абба, в основном девчонки молодые, это очень приятно. И, в общем, видно, что культ, который никуда не исчезает, хотя уже сколько лет прошло, а сейчас еще и заново они устроили большое голографическое шоу имени себя любимых, выпустили альбом, который, в общем, один в один их записи 80-х. — Мне кажется, это задача и была. — Да-да-да, именно сыграть на ностальгии. — Нет, я не думаю, что это сыграть на ностальгии, а именно просто в той же показать себе форме примерно, как так было и тогда. От них новации никто не ждал, и даже, наоборот, я боялся, что сейчас начнется фиты с рэперами и так далее, и так далее, но нет, к счастью, обошлось. — Но при этом слушать-то я его не буду, слушать я буду все равно старые песни и выбираю самую-самую простую и понятную — Dancing Queen. — Да, это гениальная песня, сто процентов. — Ну, будет странным, если, мне кажется, ну, надо обязательно в ряду великих поп-композиторов 20-го века то, что идеально для нас, ну, конечно, должен быть Пол Маккартни. Просто, по-моему, бесспорная величина. — Понятно, что ты говоришь. Все знают про Пол Маккартни, что он очень крутой, безусловно. — Ну да, наш великий современник. Я не знаю, для меня... Я был на Красной площади концерте, на Дворцовой, потом в Олимпийском. Еще был между ними концерт на Майдане в Киеве, но я не смог съездить, вот это очень жалею. Но те три, которые были в России, я считаю, что прям какое-то счастье, что я это вообще увидел живьем. — Очень завидую. — А ты не был ни на одном? — Не был ни на одном. — Почему ты не пошел? — У меня не было, наверное, в этот день. — У нас еще есть возможность увидеть. Сейчас Пол Маккартни едет в очередной тур, и дай бог ему долгих лет еще, и мы все еще можем где-то его застать в Европе или еще на других континентах. А назову я что-нибудь. Он же автор самых гениальных клубов песен и любви. Сили Лав Сонгс. — Сили Лав Сонгс? Это гениальная песня. — Но она очень простая при этом. — Слушай, ну не то, чтобы простая. — Сколько там аккордов-то? Два, три? — А как, кстати, там тебе насчет басовой партии, тебе нравится? — Басовая партия. Вообще, на самом деле, надо сказать, что тут, говоришь, композитор, это никто не отнимает, но бас-гитарист, скажу, Пол Маккартни, очень недооцененный басист, на самом деле. Он не сверкает техникой какой-то особенной, потому что, во-первых, это не нужно, он играет свою роль, его бас-гитара очень функциональна и всегда узнаваема, это раз. — А во-вторых, это довольно сложная история, петь и играть на бас-гитаре, это все знают. Ну, кто прикасался к инструменту с четырьмя инструментами когда-нибудь, вот, вести басовую линию и петь, такая задача довольно сложная. И я знаю, что огромное количество других людей у Маккартина учились именно вот этому балансу, как петь, опираясь на свою же собственную линию на басу. И он придумал всякие такие ходы интересные, которые басист, не поющий, вряд ли бы придумал когда-нибудь. Такое постоянное взаимодействие между мелодией и басовой линией. — Мне кажется, это дико сложно вообще. — Это дико сложно, и Маккарт не забрел, наверное, самый простой путь, как это осуществить. Там нет ничего особо сложного, если вникнуть и поснимать партии басовые, Маккарт не одновременно петь. Но если это научится, то его гениальность просто становится очевидной совершенно. Именно как автора, который ведёт, сочиняет одновременно разные какие-то две линии, а бас-гитара у Маккартина очень мелодичная, надо сказать. То есть это не просто он играет в гармонию, а он прямо в какие-то фразы, где-то ответы голосу, где-то у них такая перекличка идёт. Это очень круто. — Хочется ещё, не знаю, назвать тоже важного для тебя музыканта, и который, я считаю, одним из величайших тоже мелодистов 20-го века. Это, конечно, Гордон Самнер, он же Стинг. — У тебя нет слов, потому что... — У меня нет слов. Ещё один мастер петь и играть на бас-гитаре, у которого я, в свою очередь, научился огромное количество вещей, фишечек и так далее. Вплоть до того, что иногда кажется, что просто срослись уже в один организм за тысячи километров. Ну, конечно, да. — Но ты, скорее, больше любишь всё-таки период Полис, чем сольная. — Я больше люблю период Полис, да. И там, как мне, массы вещей кажутся более интересными. Но при этом я, когда вышел Стинг с первой сольной, я с невероятным энтузиазмом его воспринял. До сих пор его люблю, конечно. — The Dream of Blue Torchers. Не могу не упомянуть начало 90-х. — 93-й год. «Ten Summoners Tales» и «If I ever lose my faith in you». Это какой-то уже прямо одна из таких песен, которые настолько духоподъёмные. Я вспоминаю ещё 2001 год. Концертная пластинка «All This Time» называлась. Он играл просто такой маленький камерный концертик. И так случилось, что он произошёл 11 сентября прямо. И в этот же день он знал, что в башнях у него погиб кто-то из знакомых. И ему надо играть этот концерт. Он его не отменяет, он его играет. Там всё было окутано немножко вот этим трауром. Но он его сыграл очень гениально. И в том числе эту песню, которая звучала как какая-то надежда, опора и поддержка в тяжёлые времена. — Моя самая любимая песня у него — это «Seven Days». Самая. — Обожаю. Она сложная. — Ну там всего-навсего пять четвертей. Размер. — Всего-навсего пять четвертей. Это очень сложно, знаете ли, подпевать, в смысле подстукивать, подтанцовывать. — А вы присядьте на скамеечку в этот момент. — На картаны присядьте. — Не обязательно танцевать. Да, действительно. И тут, кстати, это высший пилотаж, потому что в пять четвертей уложить. И абсолютное ощущение того, что ничего не меняется, я имею в виду в размере. То есть если ты не пританцовываешь, конечно, то ты не заметишь, как-то уж так совсем явно, что такой кривой размер, всё в этот размер уложено, архи грамотно, красиво, включая невероятные барабаны Винни Калаюты, которые там играют со всеми этими переходами, с очень сложными, очень джазовыми такими, даже, наверное, какими-то проговскими брейками, но которые так мягенько, аккуратненько тебя обволакиваются. И песня гениальная. Вот как она задумана и как она выполнена, это просто шедевр. Видишь, поп-музыка, та самая, которая не стыдна и которую хочется слушать, и иногда даже подражать, то есть она устроена довольно сложно, и это не то, что меня лечило бы с утра, я точно тебе говорю, я вот всю свою любимую поп-музыку сейчас понял, я вот с утра слушать бы, наверное, не мог. Меня возвращает жизнь, видишь, я другого склада человек, и меня часто к жизни возвращают вещи, может быть, странные. То есть я вот с детства люблю музыку хоровую, потом какое-то время её не слушал, но потом опять стал слушать и сам в хорах пел. Меня вот это спасает. Вот я хочу вернуться к моменту о зацикливании музыки. Я как-то раз целый день сидел, слушал, выводя себя из похмелья, целый день сидел, слушал песню «Лойк бы конах». Кстати говоря, к вопросу опять зацикливания этих песен, мне Spotify выдал тоже итоги года. В 2023 году я больше всего слушал инструментальную композицию в ожидании праздника. Ух ты, ёлки-палки. То есть, видишь, тебе не нужны были слова. Ну, я там просто, я готов и подпевать этой мелодии. И ты мне как-то, мы с тобой обсуждали её, ты мне рассказывал, сейчас мы сейчас поставим этот кусочек. В принципе, наверное, одна из вообще любимых моих музыкальных тем твоя. И я готов её слушать бесконечно. Вот я сейчас шёл пока, послушал раз пять с удовольствием просто на репите. Ну, видишь, почему так и называется, потому что это не название, там никакой праздник не имелся в виду. Это было моё такое детское ощущение, как от музыки, которая предваряет что-то. Эта композиция, когда мы записывали, собственно, я её один записывал, я за режиссёра объяснял, что это вот какая-то такую вертюра, как люди рассаживаются по своим местам в музыкальном театре. Скажем, это мюзикл. Что вот сейчас начнётся какая-то феерия музыкальная и так далее, и так далее. Ну, вот есть какое-то такое вводное слово музыкальное, которое настраивает именно на эту волну, которую словно настроенчески можно назвать «в ожидании праздника». Так и воспринимается, да, такой интро к целлюлоиду, когда ты вот прямо... И потом сразу же вступает басовый рифт. Почему ты говоришь целлюлоиду, и ты говоришь как целлюлит? Вообще цел-лу-лоид. Цел-лу-лоид. Ну, подожди. Цел-лу-ло-ид. Цел-лу-лоид, да. В ожидании праздника, это вот, я уже повторюсь, это центральная такая для меня любимая тема. Я тут на днях попытался своими корявыми пальчиками подобрать её на гитаре. И это, конечно, совершенно чумовая. Расскажи, как это всё сочинялось. Я просто, когда мы записывали целлюлоид, мне показалось, что нужна какая-то вводная тема. И я просто взял гитару, сел в уголок и наковырял вот что-то такое, вот именно вводную. Что так вот прям легко, быстро? Да, очень быстро это произошло. Чтобы как раз это была мелодия, не требующая развития какого-то, чтобы не требовалось какой-то куплет. Я потом, конечно, сделал наоборот и использовал эту тему. Это следующий будет вопрос. Другой песни уже через пару лет. Но в тот момент нужна была именно какая-то такая бесконечная, вращающаяся такая музыкальная, такая мелодическая формула, которая бы заставила тебе уже всё. Сесть в кресло, убрать всё лишнее, выключить телефон. Телефонов, правда, тогда не вы еще. Ну, просто подготовиться, отбросить всё, с чем пришёл, и настроиться на то, что тебя ждёт ближайшие какие-то. Вот в нашем случае 45 минут. А ещё, вспоминая ещё один вчерашний салат, что называется, из программы, посвящённой сместилетию Борису Борисовичу, где я немножко похвалялся трибютам аквариума, в котором ты принимал участие. Я принимал, ты такой забудешь. Я расскажу ещё про пару песен из того трибюта. Была известна такой, на уровне апокрифов, что существует кавер-версия Егора Летова на Бориса Кребенщикова. Да ты что? Два совершенно противоположных музыканта, которые... А почему ты решила противоположное? Ну, они сами это признавали и признают. Они как бы ни разу в жизни не пересекались, насколько я знаю. И БГ говорил, что он слышал только одну песню максимум Егора Летова про дурачка. И как раз в тот момент, когда сочинял русский альбом. Но Летов, несмотря на отрицание и всё такое прочее, нежно любил БГ. У него есть даже песня «Если бы я мог выбирать себя, я стал бы Гребенщиков», по-моему, такой. Я не фанат, простите, тоже Летова, и я как бы не знаю. И ходила, значит, такая молва, что у Егора в архивах лежит кавер на БГ на песню «Электрический пёс». Об этом знал, в общем, только Максим Семиляк, журналист Афиши. И он как раз нам помогал в этом трибюте вместе с Юрой Сопрыкиным, за что им огромное спасибо. Лишний раз с удовольствием это скажу и повторю. Спасибо всем огромное. И Антон Чернин помогал в этом трибюте. Ну и, разумеется, вся команда Ленты.ру. И Максим всеми правдами и неправдами достал этот сингл, договорился, что его можно издать. И вот премьера этого сингла была именно у нас в проекте. Потом он был уже издан отдельно синглом «Гражданской обороны». Долгая память хуже, чем Сибилис, особенно в узком кругу. В такой маханалии воспоминаний не пожелать им врагу. И стареешься юноша в поисках кайпа, в листочках своих величный вопрос. И поливает вином, и отход за сбоку. С бесцельным вниманием летит «Электрический пёс». На мой взгляд, это очень классное произведение. Я помню, как я привёз... Как раз вот мы готовим вот это всё проект, он уже в разгаре. И я как в группе съездил за Гребенщиковым в некоторые города. У него был большой тур. Прям как я. Я приехал в Вятку, потому что там как раз концерт. Я думаю, о, я как раз домой съезжу. И такой подхожу, Борис Борисовичу говорю, я привёз вам новых песен послушать. Даю флешку, говорю, вот тут кавер летого. Он такой, о. Ну, то есть для него это было прямо очень неожиданно. То есть он не ожидал, что это вообще может когда-либо произойти. Я тоже этого не знал. У меня есть такой потаённый плейлист песен, которые я люблю. И раз за разом я понимаю, что я возвращаюсь к нему именно в тот момент, когда вот мне вот, видимо, как-то тяжело. Надо прийти в себя, очевидно, с похмелья. И вот эти песенки спасают. Там есть песня под названием «Светает». Надо признаться, что группу «Полюса» я знаю довольно поверхностно. Знаю только как исполнителей песни «Такая тема, вырубайся, страна». Вот с чего они начинали, да, вот первый раз прозвучали. Но потом, когда я услышал песню «Светает», я просто выпал в осадок. Это одна из самых красивых песен на любви ever. А потом, когда я увидел, что ты ещё эту песню исполнял, что идём с ними. Тут я обомлел уже просто. Да я не помню, просто у Ильи был какой-то крупный концерт на крупной артембуржской площадке. Мы с Ильёй дружим. Предложил сыграть эту песню вдвоём. И да, и вот эту песню исполнили. Классная песня же. Да, хорошая. Вот зато я вспомнил. Кого ещё классно слушать с похмелья? Кого? Так. Алексея Хвостенко. Мне посчастливилось выпивать с ним в своё время в Париже. Это, конечно, незабываемые были все моменты. И он, конечно, очень крутой и мастер всего. И слово не в последнюю очередь ещё с его темором. Ну и, конечно, альбом «Чайник и вина». «Чайник и вина». В общем, мы всё-таки пришли к мысли, что лучше всего лечат, что называется, подобное подобным. Ну, конечно, потому что люди доверяют себе подобным или даже нет. Люди доверяют тем, кто... Вообще люди любят тех, кто хуже них. Поэтому в рок-н-ролле очень важно быть плохим. Потому что люди приходят и думают, какой классный подонок. Люди любят ходить смотреть на подонков, на людей с кучей пороков, которые вот таким образом берут на себя эти пороки, в частности, пьянство. Об этом поют. И ты в своей жизни, в обычной, там, у тебя дети, офис, ля-ля-ля, ты не можешь себе этого позволить. И ты приходишь на концерт, включаешь песню и срастаешься с артистом, который поёт про похмелье, про бадун или про что-то ещё. И в этот момент вырастаешься до какого-то другого персонажа, или, по крайней мере, пытаешься таким образом сублимировать все свои невыполненные задачи. Чин-чин, что называется. Поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками, с ожиданием новых праздников. Поздравляем вас. Поздравляем вас, чтобы праздники были всё-таки праздничными. И поздравляем вас с окончанием подкаста «Кроме звёзд». Пишите нам письма. Спасибо вам за все уже отзывы, которые мы получили. Мы внимательно следим. Пишите подкаст собакамедуза.io. Напоминаю, что слушать нас можно на практически всех стриминговых платформах. Но самый удобный способ – это приложение «Медузы». Оно умеет работать без VPN, обходит блокировки Роскомнадзора. Там есть книжки, там есть подкасты, там есть новости. В общем, всё, чего душа пожелает с похмелья или без. А я пойду вынесу ёлочку, специально отведённую для этого места. Подожди, это же в марте делают. Ну, где-то я не дотяну на марте. И займусь тем, чем мне нравится заниматься больше всего на свете. Попишу какую-нибудь музычку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!